Продолжение следует... 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 наблюдениями, сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор, изучение газогидрокодмического состава воды. Роский Шельф как объект геологических исследований наиболее полно изучен по сравнению с акваториями других морей Антарктики. Этому способствовало интенсивное проведение геологии и геофизических работ различными странами в рамках национальных программ изучения Антарктиды. В основу обобщения данных по Шельфу веге геофизические исследования, из которых объем сейсморазведочных составляет около 30 тысяч километров. Это работы Германии, США, Японии, России, Италии, Франции. Слайд 11. По результатам исследований МАГЭ и иностранных партнеров в рамках международной программы Антарктики проведено тематическое обобщение материалов экспедиции. Итогом работы явилось составление издания в 1995 году сейсмостратографического атмоса Шельфа моря Роса. Слайд 12. Установлено, что осадочный бассейн Росского Шельфа представляет собой крупнейшую сегментационную толщу, выполненную в отложении пози-гелового четвертичного возраста, которая залегает на гетерогенном склочатом метаморфическом фундаменте. Предположительно, фундамент слагают склочатые раннекаридонские толщи, сменяющиеся на юге метаморфическими породами докембрия. Структурно бассейн представлен субпараллельными прогибами рифтогенного происхождения. Формирование рифтогенных программин происходило в результате взаимодействия активного пояса западной Антарктиды и докембрияевского кротона восточной Антарктиды в период Росского Гонгваны, в начале позднего Мела. Второй этап рифтогенеза определяется на рубеже 45-50 миллионов лет в оцене и характеризуется переориентировкой основных геодинамических составляющих. Основные структуры, структурные зоны Росского мегабассейна. Слайд 12. Бассейн с земли Виктории, мощность осадков до 14 км, поднятие колмян, центральный троп, мощность осадков до 6,5 км, восточный бассейн, мощность осадков до 9,5 км, поднятие Айсгин, северный бассейн, мощность осадков до 5 км. В разрезе осадочного чехла выделено 6 региональных поверхностей несогласия в основном миоценного возраста ледового и ледово-морского генезиса. Стратеграфическая привязка осуществлялась под данным бурения скважин DSDP, MSSTS-1 и CIRUS-1. Слайд 13. Передача стратеграфической привязки горизонтов базировалась на профиле МАГЭ-82004B, проходящем через три скважины DSDP. Слайд 14. Сейсмоакустических данных МАГЭ и США, а также сейсмических профилях Италии и Германии, выходящих на скважины в западной части бассейна. Выделенными несогласиями осадочный чехол шельфа разделяется на ряд сейсмо-тратеграфических комплексов RSS-RC-Sequence, наиболее полно представленных в восточном бассейне. Слайд 16. Мощность земной тары под осадочными бассейнами, по данным МПВ и герметрического моделирования, соответствует рифтовой модели тектогенеза. Минимальная мощность кристаллического фундамента, пронизанного магматическими образованиями, фиксируется в пределах бассейна Земли Виктории, который представляет собой активный рифтогенный прогиб, на что указывает строение бассейна, магматическая деятельность, неантитонические проявления в разрезе осадочного чехла, подъем трансантарктических гор и вулканическая деятельность. Переходной зоне континента Океан также наблюдается утонение коры и инклюзивное образование. Слайд 15. В пределах восточного бассейна в переходной области континента Океан по сейсмостратеграфическим признакам выделяется зона рифматического сжатия, пронизляющаяся в осадочном чехле на рубеже олигоцен-раннимиоцен. Слайд 17. Сложный рельеф кристаллического фундамента, разбитого на многочисленные блоки, фигматические проявления и трассирование основных трансформных разломов океанических плит на шель позволяет определить тип русской окраины как трансформа-транслитивный. Имеющиеся данные о геологическом строении и истории развития русского осадочного бассейна позволяют положительно оценить его нефтегазовые перспективы. Основные перспективные на углеводороды геологические объекты и области прослеживания газогидратов зафиксированы в восточном бассейне и бассейне земли Виктория. С определенной степенью уверенности выделяется несколько структур, которые представляют собой уполовидные складки нагнетания диаметров до 15 км, амплитудой до 200 метров. Проведенная специальная обработка одной из этих структур в восточном бассейне, Слайд 18, выявила аномалию амплитуд фаз скоростей, характерных для УВ-контакта. По результатам гидрогазохимического профилирования, проведенного одновременно с сейсморазведочными работами 2Д по профилю 890023, 25 км к западу от структуры, фиксируется зона относительно интенсивного рассеивания углеводородов в верхних слоях водной массы. К югу от вышеописанного перегиба в восточном бассейне выделяются области распространения газогидратов, которые по сейсмостратографическим признакам определяются на сейсмоакустических разрезах. Таким образом, исходя из анализа строения осадочных бассейнов Росского шельфа и основываясь на геологических и сейсмостратографических проявлениях признаков УВ, возможно предположить наиболее перспективными на поиске углеводородов бассейн земли Виктории и восточный бассейн шельфа моря Роса. В начале 1990 года состоялся третий рейс низ геолога Дмитрия Налиткина в составе 35-й СССР в море Уйдело. Судно вышло в район работы из порта Буэнос-Арес 9 февраля 1990 года, куда пришло через пролив Дрейка после работы на объекте в Тихом океане. Перед выходом из Буэнос-Ареса капитан судна Тюшев Сергей Викторович, слайд 19, получил разрешение власти Аргентины на посещение аргентинской антарктической базы Оркадос, расположенной на южно-Аркнейских островах, по пути исследования в район работ в море Уйдело. После выполнения определенной части работ низ геолог Дмитрий Налиткин бросил якорь двух островов Лории, на берегах которой расположилась база Аргадос. Капитаны руководили экспедиции Рыбников Александр Николаевич, слайд 19, связались по радиусу с начальством базы, получили добро на сход на берег и посещение базы с целью знакомства с личным составом полярников, условиями их быта и работы. Дружеский визит ознаменовался футбольным матчем между группой высадившихся представителей экипажа судна и командой станции. Сразу вспоминается место аргентинских и советских российских футболистов мировой иерархии футбола. Что ж, матч закончился. Результат матча впечатлил 1.28 почти как знаменитым в Тите Аргентина и Майка. Стартовали исследования на шельфе моря Уйдела 20 февраля 1990 года. Всего было отработано 4477 км сейсморазведки 2D в комплексе геометрическими, гидромагнитными и сейсмоакустическими исследованиями. Слайд 5.21. Слайд 22. Охарактеризовано строение и определена мощность осадочных бассейнов. Получены принципиально новые данные об эволюции региона. Следует отметить, что во второй экспедиции моря Россия и моря Уйдела для сейсморазведочных работ использовалось современное сейсмическое приемное устройство производства компании «Братлас Айсмос ФРГ» с системой стабилизации по глубине. Это позволило значительно улучшить качество сейсмического материала до уровня мировых стандартных. Такой впечатляющий результат проведенных магиогеофизических исследований на шефе моря Россия и шефе моря Уйдела, особенно в новом для СССР секторе Роса, генерировал подъем международного сотрудничества по изучению морей Антарктиды с научно-исследовательскими организациями США, Италии, Новой Зеландии, ПРГ и других, что несомненно подтверждало лидирующий статус нашей страны. К сожалению, после распада Советского Союза наши геологи и физические работы на шефе Антарктиды были значительно сокращены. Спасибо за внимание, коллеги. Большое спасибо, Игорь Владимирович, за сообщение. Игорь Владимирович, за сообщение.